Всем добрый день! Это питомник Рос Полины Козловой. У нас конец субботы, конец рабочей недели. И сегодня очень много было у меня вопросов по поводу того, что сейчас вот очень частая температура резко меняется. Особенно вот у нас в Крыму ночь прохладная, день днём тепло, либо наоборот. И грибковые заболевания, ну в частности муччистая роса, очень сильно видна на розах. Но мы в этом плане тоже не идеальны. То есть если листы, ну вот плетистые розы, это новые заборы. Есть листы, которые уже старые, уже давно, они все чистые. А вот на концах, вот нововыходящие, ну вот видно, что он начинает его подкручивать. И мучнистая роса, видно, возможно скоро и тут появится. Что в таких случаях делать? Ну, конечно, лучше всего обработаться. Но дело в том, что вот именно погода иногда этого делать не даёт. То есть вот только ты собираешься идти обрабатывать, и тут идёт дождь. Дождь может идти день, а может быть и несколько дней. А в дожди, естественно, обрабатывать не получается. Опять же, потом сырая земля. Ну, в общем, мы, как всегда, находим себе оправдание. И роза, она всё равно растёт, она всё равно дальше выпускает побеги, листики. То есть болезнь начинает прогрессировать. Что в таком случае делать? Кто-то говорит, что вот осенью давайте пообрезаем эти все побеги. В общем, и, ну, типа так вот исправимся от мучнистой росы. Я, например, делаю так. Опять же, мы все люди, мы все не святые. У нас бывает такое, что мы не успеваем обработать вовремя. Либо вот, ну, пропустили мы этот сезон, когда нужно было сделать ещё обработку перед осенними дождями. А мы как-то вот проворонили. Что сделать тогда? Розы у нас цвести ещё в Крыму будут, наверное, месяц. А если будет тёплая, осень, наверное, и больше. То есть и расти они, вот эти побеги длинные, ещё будут становиться длиннее. Они тоже будут достаточно долго. То есть и если мучнистую росу сейчас не купировать, она будет на листях сохраняться. То есть, ну, мучнистая роса это грибок. То есть от неё в принципе на 100% избавиться нельзя. Просто можно сделать так, чтобы она на растениях жила как можно меньше. Когда у нас позволит погода, мы разведём препарат, то есть баковую смесь сразу и от болезней, и от вредителей, но немного увеличим дозу. Мы обрабатываем фальконом от болезней. И если в обычном режиме мы работаем где-то 18-20 мл на 10 л воды, то в таком случае, когда вот именно на концах рос, на концах новых побегов мучнистая роса прогрессирует, мы нальём 25, возможно, 28. Что при этом будет? При этом будет на вот этих молодых листьях очень сильный ожог. Ну, относительно. То есть они могут даже опасть. Это я уже точно знаю. И как бы я к этому готова. Но таким способом мучнистая роса на вот этих новых побегах и на розах она будет купирована, ну, по максимуму. Не сказать на 100%, но на 98 точно. И листья могут опасть. Их потом можно будет собрать спокойно. То есть мы их веником, и когда уже заканчиваем полностью сезон, когда уже мы работаем по клубам, мы всё выметаем, траву, естественно, вырываем. То есть приводим клумбы в порядок к зиме. И все мы вот эти листья опавшие утилизируем. Вот. Но обрезать я категорически против. Сейчас объясню почему. Опять же, вот это прыгающая температура. Вчера у нас никого не было, никаких мух, никаких божьих коровок. Сегодня у нас резкое тепло. Куча мошкары всевозможные летают. Мухи, которых называется, мы их в сезон не видели. Они все являются переносчиками болезней и, собственно, вредителями, которые вредят растениям. Любой обрез, то есть вот любую сейчас веточку, если обрезать с мучнистой росой, ну вот, тут реально видно, что она скоро будет сильно прогрессировать. А это молодая ветка, она с бутоном. Если мы её сейчас режем, пойдёт сок. Сок, естественно, будет привлекать мух и всё остальное. Ну и дальше одно за другое тянется. То есть мухи и мошки, всевозможные вредители, переносят всевозможные болезни. И от этого, моё мнение, что будет от этого ещё растению хуже. Ну, прямо сейчас вот видно, я не знаю, на планшет будет видно. Прям вот мошкара летает. Ого, буквально вот 2-3 дня назад её здесь не было. Погода такая очень неоднозначная. Так что, как бы, обрабатываться в любом случае надо. Конечно, в идеале это сделать заранее. Прям вот, ну, если летний период дождей, уже точно нам можно отслеживать. Потому что мы уже точно знаем, когда он начнётся. Ну, в Крыму он практически всегда в одно и то же время. А вот именно с осенней непогодой она у нас ещё как-то нестабильна. Бывает так, что дождь пошёл и уже не останавливается. И уже мы в период холода перешли. А в этом году у нас вроде сначала было холодно. Мы буквально, скажем так, из босоножек чуть ли не в зимние ботинки. Ну, по крымским меркам зимние ботинки перепрыгнули. И тут опять тепло. Сейчас у нас температура буквально больше 20-25 градусов. Очень хорошая такая погода. Некоторые даже ещё ездят купаться на море. И, естественно, как бы, а розы, они прекрасно растут. В них очень хороший сейчас идёт прирост. Прям вот огромные ветки вот эти плетистые выпускают во все стороны. Они ещё вызреют у нас. Ну, не на 100%, но основная масса, как бы, да, она вызреет. В следующей весной мы, дай бог, всё будет хорошо. Мы всё будем показывать, как мы этот новый забор будем обрезать. Меня спрашивают некоторые, как ваши арки поживают и всё остальное. То есть участок тот, где маточник показываться теперь будет по минимуму. Потому что я его оставлю чисто на технические нужды. Чтобы он у нас не страдал от набегов и всего остального. А вот это именно уже для красоты. Здесь будет обрезка производиться на этом участке. Только для того, чтобы были красивые ветки, красивые бутоны. С этих роз не будет браться почка на размножение. Это будет именно декоративный, скажем так, павильон. Где будет представлено, как вообще розы могут выглядеть. Тут понятно, что у нас ещё всё до идеала тут далеко. Но уже здесь мы подсаживаем всевозможные растения. Трава у нас, естественно, подсаживается самостоятельно. Тут уже от неё никуда не денешься. Это многолетняя работа, придётся от неё избавляться. Павловия вот у нас в этом году так хорошо она поднялась. Мне нравится очень это дерево. Многие сорта роз вот прям хорошо-хорошо выдали побеги. Прям они радуют. И в ширину разрослись, и в высоту. Красавцы. А сырость у нас, конечно, здесь очень большая. Потому что, говорю, во-первых, было много дождей. А во-вторых, у нас рядом водоём. Рядом у нас сбросной канал. Вот, собственно говоря, где постоянно вода, где постоянно сырость. Вот. И, естественно, там, где сырость, там и мучнистая роса. Так что такие вот розы. Особо говорю, вот тех, у кого очень-очень сырой участок. Такие вот розы сейчас. И у вас, например, тёплый регион. Крым, там Краснодарский край. Сделать чуть больше концентрацию препаратов от болезней. Рюнорозах, именно на ветках может быть ожог. Но этот ожог не страшный. То есть, кто-то листья таким уничтожает с помощью железного колпороса. Есть такая методика. Ну, как бы, я предпочитаю, например, работать препаратом с завышенной дозой. Я несколько раз наблюдала. То есть, у меня тетради есть. И я записываю, что и когда я делаю. То есть, разные варианты. И я сделаю вывод, что если осенью поздней пройтись таким вот ядрёным раствором по кустам, которые уже, скажем так, скоро уйдут в спячку, то весной практически не видно никакой первой тли. Она к нам не приходит. Ветки чистые, чистые цветы первые. То есть, мычнистую росу мы видим, если не успеваем вовремя обрабатывать, мы видим только где-то уже к началу июньских дождей. Вот видно, какие-то розы прям, ну, очень сильно стрельнули, прям хорошо так наверх они выдали. Они теперь с Павловией соревнуются. Ребята, которые работают у меня, один спрашивает, говорит, вот вроде же мы сажали эти деревья. Говорит, они были такие маленькие. Ну, мы правильно, мы реально их сажали. Они были в небольших стаканчиках, там, литра, стаканчик на литра полтора. А вот сейчас в нём уже, наверное, метра два-двадцать. Говорит, как же они так много выросли. Представляете, а когда-то вот в Советском Союзе вот эти вот деревья были высажены в городах прям массово. А сейчас про эту Павловию мало кто слышал. Ну, то есть, осетика люди тоже давно живут, а вот молодёжь как бы и не знает, что это такое. Есть вот розы прям так красиво начинают свисти. Говорит, вот мучнистая роса, конечно, на них уже на кончиках, на новых побегах поселилась. Так что надо сделать ядрёный-ядрёный раствор. Днём этого делать нельзя, потому что люди приходят и на работу. Ну, то есть, обычно, когда опрыскивание такое происходит, одеваешь маску, всё, то есть, защитную одежду, и опрыскиваешь, и уже, чтобы тебя здесь не было. А вечером смысла нету, потому что сейчас роса ляжет. Так что придётся либо закрывать на один день питомник, то есть, не работать, не отправлять заказы, либо уже, когда отправишь заказы, тогда обрабатывать полностью участок. Вот так. Некоторые сорта роз выдают просто такой цвет прям, ну и неимоверный. Так, а досьоз, вот она пустышечка такая, ну, планшет не передаёт этого цвета, она настолько тёмно-тёмно-фиолетовая, и у неё очень-очень сильный, приятный аромат. На неё не обращают внимания, потому что она полупустая, полупустая, она когда вот именно чувствует, а вот стоишь, когда между роз, близко к ней подходишь, чувствуется, что вот от какого-то из кустов идёт сильный аромат. Когда понимает, что это у неё, тогда вот на неё начинают обращать внимание. Ароматическая роза, прям вот как бы, если кто-то собирает ароматический сад, вот она одна из, которые может его сделать. Вот ещё одна павловия. Эти деревья будут потом, кто-то написал, что я неправильно посадила, что их сажают на заднем фоне. Дело в том, что вот эта дорожка, по которой я иду, здесь по плану должны быть прогулочная зона. Но из-за того, что это место одно из самых солнечных, то есть если сейчас иду, с правой стороны солнце всегда будет бить, ну, у меня, то павловия должна дать такую хорошую ажурную тень. Где-то у нас за забором кричат коровы и бут, как истинный охранник бежит выяснять, кто же там кричит за забором. Ну, вот такие у нас колхозные будни. Впереди ещё много работы, тут и обработка. Ну, начать и закончить. Вот такие у нас дела. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, я обязательно отвечу. Ну, а теперь всем спасибо. И до свидания.